привет всем привет надо было написать да в историю чтобы присоединились как всегда очень редкий гость прямых эфирах и ненадолго но хоть сколько хоть чуть-чуть побуду потому что соскучилась очень давно не выходила прямой привет привет животик на месте я не в роддоме как видите еще дома жду сейчас пока тигран приведет иролана с айкидо и я поведу его на плавание все это время кстати вожу на плавание помните когда-то писала постоянно что на плавание ралана отдала вот видите уже в толстовке сижу одета и готова дома сижу на кровати моей вот накрасилась конечно не буду же я страшно опухшей после сна выходить к вам в эфир и так пишут все что толстая что страшно про губы тоже пишите мне прямое противопоказание колоть губы во время беременности я просто вот поняла одно что те у кого губки сделаны во время беременности они очень сильно опухают а если не сделаны то они не пухают такая же история с ринопластикой и сделанный нос остается маленьким и красивым как у меня он не опухает не увеличивается короче вот так вот повезло наша любимая картина все хочу рамочку заказать на нее большую никого не слушаю мне каждый день тигран говорит что я похудела врет говорит что я хорошо выгляжу но я тоже стараюсь выглядеть лучше так что хотела сказать вам задавайте мне быстро вопросы потому что у меня осталось опухают даже не сделанные губы но сделаны опухают в два раза больше у меня осталось немного времени сейчас побегу с роланчиком на плавание рожать не страшно когда это уже третий раз я писала пост специально успокаивала девочек что это все естественно через это все пройдем нравится ли кровать очень нравится знаете я раньше мечтала вот об этой стяжке каретной стяжки очень хотела себе такую кровать но естественно все исполнила так тяжело сидеть сейчас если честно живот огромный уже вот куда ходим на плавание в богородском есть такой такой бассейн акватика называется я когда-то писала про него ролан ходит туда уже почти год и я заметила что за этот год у него очень развились плечи плечистым таким стал фигура совсем другая стала поделки осенние с детьми делали нет это не моя движуха я приду лучше посмотрю я вообще не люблю не умею это дело я люблю другое я много всего другого умею но только не руками делать вот рожать не страшно и вы девчонки тоже не бойтесь все равно вы приезжаете в роддом или ну при натальный центр отдаете себя в руки профессионалам главное слушать что вам говорит акушерка главное слушать что говорят врачи не орать как умалишенная делать то что вам говорят и все будет хорошо родите и все будет хорошо как назову обязательно напишем у нас сейчас идут еще дискуссии ну конечно последнее слово за тиграном пусть он называет вот но очень много сейчас вариантов на которых не можем остановиться все нам не нравится да у нас мальчик третий вот все нам не нравится и поэтому пока еще я не не никакое имя мы не выбрали и как-то вот пока без имени но я уверена что он родится малыш мы на него посмотрим и папа ему придумать сейчас шевелится так жестко папа придумает ему красивое имя вот так вот я обязательно напишу вам какое имя придумали вот и обязательно напишу когда родиться и не буду делать секрет из-за этого прятаться спустя месяц какой сразу как только все свершится дай бог чтобы она свершилась удачно срок я специально не говорю вот чтобы никто там меня не мучил не теребил когда там что и ну там чтобы не сглазили такое все я в это верю вот когда произойдет тогда произойдет мучает и жога до было уже пару раз первый раз в жизни кстати говоря я почувствую что такое жога никогда мне не было знакомо это ощущение и в тех двух беременностях тоже у меня такого не было а вот буду ли я рожать с мужем честно тигран присутствовал на первых родах уралана вот и ну как-то ему хватило второй раз было все настолько быстро и мы еле успели доехать до роддома что было это все без него и мне кажется ну как бы мужчине не нужно присутствовать ты уже думаешь когда муж рядом думаешь о том как ты выглядишь ой боже он запомнит то запомнить все но лично для меня так лучше просто делать свое дело и как бы не думать уже о том что рядом муж понятно что он видел меня любой как любой муж свою жену видел в любом облике но должна оставаться все таки какая-то тайна я считаю и вот так вот как бы это мое мнение мне так комфортнее вот просто уже не думать ни о чем кроме того что я должна делать всего вам хорошего вы очень красивая спасибо дети не в садике дети сейчас ролан тигран забирает ролана с айкидо с эльдарчиком едут домой вот какие предпочтения еде в еде если честно я всю беременность ем мороженое прям такой кайф у меня такое впечатление как будто столько полутонов в этом вкусе особенно мороженое вот экзо 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 в соки с кусочками фруктов фрукты мороженое мне вот такое нравится вот так мальчик или девочка девочка так ну давайте задавайте интересные вопросы это все одно и то же и все то на что я не отвечаю спасибо за пожелание легких родов эльдара когда и куда будете водить вот ему сейчас четыре года я хочу с пяти лет его отдать на плавание но он мне вчера заявил что хочет ходить на танцы в садике танцы но прям там проводят я думаю вообще во всех садах есть платные кружки ну если туда мальчика возьмут отдам его на танцы пусть попробуют я перестала есть сладко не могу классная вообще не любитель сладкого сейчас такое сладкое да не не тортики тортики не могу есть булки тоже тяжело не могу вот самое вкусное для меня фрукты мороженое с вкраплением фруктов ягодное что-то пол уже отвечала смотрите в комментариях так прибавила нормально я прибавила нормально мне кажется такой нескромный вопрос задавать девушки про вес я даже во время беременности будешь ли ты снимать шелак перед родами я наоборот сделаю маникюр и под корешок их обрежу привет привет задавайте вопросы то я сейчас убегу убегу на плавание за четвертым пойдете и всегда так интересно люди которые спрашивают родители вы четвертого ребенка у вас хоть один есть попробуйте выносить родить все это пережить и потом спрашивайте мне кажется целесообразно когда мать пятерых детей спрашивает или четырех ты родишь четвертого она знает через что она прошла и она спрашивает а люди у которых нет детей спрашивают вам бы еще четвертую дочку ну пойди попробуй четверых роди на какие кружки еще будете детей ралан ходит сейчас на айкидо и я его отправила на рукопашный бой там побольше нагрузка заканчивается тренировка с того что на том что они на кулаках стоят укрепляют суставы короче гоняет их там тренер мне очень нравится тигран ралан он такой боевой парень и он энергичный на самом деле все думают по фотографиям что сорви голова у нас ильдарчик на самом деле у нас очень жесткий ралан очень энергичный дал прикурить нам очень сильно в детстве вот и его нужно только на спорт это у него очень много лишней энергии водолей и творческий энергичный по поводу волос не выпадают мне волосы слава богу не выпадают потому что и уход салонные витамины и нужно увлажнять нужно питаться правильно нужно стараться максимально питать волосы кожу кстати вот про растяжки тоже написала пост крайний пост у меня обязательно в питание витамин а морковка какие-нибудь тоже продукты которые прибавляют эластичности кожи и обязательно маслами какими-нибудь хорошими маслами кремами машетесь девочки потому что очень многие пишут если предрасположенность есть то она есть ну честно скажу у меня очень сухая кожа очень сухая кожа вот я из тех кто зимой шелушится и у меня нет ни одной растяжки только потому что все три беременности я просто обливаюсь маслами различными вот сейчас я взяла реше очень хорошо мне помогает вот раньше там кокосовое масло тоже очень подходит детский крем если нет возможности купить что-нибудь получше детский крем даже подойдет но обильно очень масса проблемные зоны зоны риска скажем так и как бы не было вам противно постоянно ходить в этом креме в масле ходите ходите потому что кожа должна быть до того увлажнена и напитана чтобы она тянулась тянулась и не а не рвалась когда худеть буду обязательно буду делиться с вами обязательно вот я надеюсь что это будет очень быстро мне это очень хочется чтобы было быстро сколько мне лет много уже лет уже не девочка уже много лет что кушать хочется я уже отвечала посмотрите эфир эфир обязательно сохраню вот мальчиком на ужин сделать сегодня запеканку суп на обед короче если не все сделала вы спрашиваете если у меня помощница домработница нет я сама готовлю сама убираю сама ну как посудомойка моет посуду раз в месяц конечно я вызываю для ген уборки зазон клинеров а зазон чтобы мне не лазить по потолкам и не стирать пыль с плинтусов внизу с дверных проемов вот а так если нужно и если я вижу что немножечко у нас грязно и сама не обломаюсь убрать куда в отпуск поедете где мой отпуск я только рожаю вы не планировали не про не не планировали третьего планировали конечно уже в таком возрасте мне кажется все планируется все обговаривается конечно планировали как сестрой дела у вас я рассказывала уже писала в посте что катя изъявила все-таки желание постить день рождения эльдарчика и посетила вот но я она мне написала что она приедет любом случае но я не стала делать из дня рождения ребенка разборки я не стала катя ограничивать доступ к детям потому что для них она любимая тетя катя по которой на соскучились это детский праздник поэтому как бы мы с ней не ругались как бы мы там друг друга не допонимали дети в этом не виноваты и естественно она приехала я ее увидела на извинилась сказала что она очень любит племянников что может быть из того что давно их не видела вот так могла написать и очень стыдно но я после этого уже только ее смогла обнять и поцеловать ничего больше не смогла говорить потому что ну когда человек родной говорит тебе такие слова мы действительно очень давно не виделись плюс ко всему юля вас нарисовали очень красиво вы видели нет не видела скиньте пожалуйста мне в директ я очень люблю когда меня красиво рисуют вот слышите какая отдышка господи я не могу этот живот я устала от отдышки буду вам жаловаться устала от отдышки устала от всего тяжести очень тяжелый животик я хочу заниматься спортом уже пятый раз спрашиваю во сколько лет дети пошли у меня ребенку годик мы еще не ходим это все очень индивидуально ролан в 10 месяцев побежал просто он начал бегать но он водолей да жесткий он не ходил он бегал даже не ползал он встал в кровати а потом побежал и собирал все углы все бордюры собирал мы носились за ним постоянно на дорогу выбегал от нас под машины мы его хватали короче это был какой-то ужас а альдарчик пошел где-то в месяцев одиннадцать он ползал он поспокойнее вообще очень разные дети я очень рада что у меня такие разные дети и внешне и внутренне вот они очень противоположные ролан эмоциональный очень такой с характером его имя переводится воин света вот он и воюет со всеми у него разборки вот альдар альдар наоборот весы душа компании и он как-то мирно со всеми болела ли я простуда я болела с роланом когда была беременна еще вот в одиннадцатом году и мне посоветовали пить много чая из ромашки туда надавить лимон прям кастрюлю заварить ромашку надавить туда лимон меда накидать и вот это пить ну честно такое противное но я пила вот а сейчас как-то от фу у меня прошлая беременность почти вся прошла летом это тоже почти вся летом но сейчас если допустим я простужусь да если простужусь очень хорошее средство выпить горячее молоко туда кинуть кусок масла и мед вот это все горячее горяченько но не кипяток а горячий вот нельзя в кипяток это все выпить на ночь один раз второй раз чай с лимоном пейте брызгайте какой-нибудь tantum verde или что такие такие препараты в горло которые можно детям намечается либо стрелец либо скорпион не знаю кого кто получится быстро ли устаешь я очень быстро устаю мне очень это печалит как говорит тигран что во мне пропал очень ответственный и очень трудоспособный работник завода вот потому что я очень энергичный человек я очень много могу успеть уже когда все подохли грубо говоря в кавычках лежат в кровати я все кружусь 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 вот аж самой тяжело дышать да у меня отдышка жесткая а сейчас я себе это позволить не могу я сразу выдыхаюсь мне так тяжело мне хочется лечь а потом тяжело встать короче беременяшки меня поймут все очень очень тяжело но я стараюсь не раскисать стараюсь ходить пешком не укладываться на диван чтобы не проводиться в моржа потому что для того чтобы удачно и хорошо родить нужно все таки чтобы все мышцы были в тонусе в хорошем смысле этого слова нужно ходить по ступенькам если надо ходить пешком не утруждать себя но все таки что спорт должен присутствовать как хотя бы какой-нибудь спорт должен присутствовать для того чтобы тело было не рыхлым а таким да хорошим вот так вот так сколько у нас время как вы решились на третьего ребенка я на второго не могу решиться наверное потому что наши мальчики подросли я в отличие от многих мамочек которые даже вот я вижу и на кружках и в садике мы научили детей сам самим одеваться у нас даже льдар уже сам одевается обувается одевает перчатки одевает шапку то есть дети самостоятельно ходят и в туалет и сами кушают тарелочку выносят за собой убирают свои игрушки и когда конечно не легко это все научить ребенка это нелегко это нужно возиться 350 раз показывать терпение проявлять в этом в этот момент но когда дети ваши будут самостоятельными более-менее вам будет намного проще и вы уже естественно поймете что вы уже готовы может быть к третьему а вот поэтому я думаю что поэтому мы решились потому что уже детки наши подросли стали самостоятельными и как говорится 2 один ребенок эгоист двое детей соперники а трое команда вот мы исходя из этого из этой из этой поговорки и решили но не только из-за нее конечно красавица все будет хорошо легких родов вы умница спасибо большое дом 2 грызли друг друга всех сестрой сейчас так все плохо жаль из-за чего все так на доме 2 так плохо не тех немножко начали брать раньше брали простых не ухоженных член из деревни обычных вот таких с народа и было конечно интересно смотреть как они преображаются как они меняются и в духовном плане может быть ну во внешнем во внешнем сто процентов вот а сейчас уже приходят готовенькие сделанные все тюнингованные уже в шубках вот я всегда говорю как можно влюбить себе девушку которая уже все видела которую видела мужчин яхты которую видела отдых которая уже пришла в соболях что-то ей подарить чтобы удивиться пацаны удивите и пацаны приходят на проект в основном такие да без денежек и получается что вот допустим я пришла у меня ничего не было и конечно меня было проще удивить даже теми самыми цветами букетом цветов или каким-то подарком каким-то ухаживание ухаживаниями потому что все шло по нарастанию вверх по шкале а у девочек получается они уже были там самому верху они уже очень много видели я уже не говорю про интим что их там тоже ничем уже не удивишь и поэтому вот так вот нет любви поэтому нет таких эмоций поэтому нету таких искренних каких-то наивных может быть чувств и эмоций как по которым скучаете поэтому вот так ну еще конечно уже века инстаграма и все почему именно богородском купили квартиру очень давно мне нравился этот район я очень давно на него облизывалась и слава богу хоть в последних домах купили недавно нашла вас здесь красавица пример для многих спасибо большое за хорошие слова что такое прилежание плаценты я не в курсе серьезно не знаю что это спросите у врача сама я не смотрю дом 2 у меня нет времени на это я ложусь в 11 часов чтобы всем часов встать и отвести своих детей в сад если там кто-то пишет вы думаете что мы с тиграном ничего не делаем мы еще побольше остальных делаем наше утро начинается всем наш вечер заканчивается заканчивается в пол двенадцатого иногда у нас какие-то выезды не выезды вот поэтому как говорится кто работает тот и получает так про имя малыша я ответила про роды я ответила как справляешься одна совсем мне очень помогает тигран очень помогает воспитание детей лежит полностью на нем вот и вообще он по всему мне помогает во всем мне помогает не надо говорить что ты больше всех делаешь бедняжка такая ну вы все пишите кто вот живет с родителями у нас родителей далеко живете бабушкам дедушкам детей спихивайте и не успеваете еще ничего если я вас лично обидела что вы подумали что на вас счет не воспринимайте это так близко к сердцу на самом деле очень много знаю семей где помогают бабушки и дедушки а девочки все равно не успевают а я вам скажу почему не успевают потому что не учите своих детей самостоятельности и тратите очень много времени на сбор игрушек на какие-то непонятные воспиталки которые ни к чему не приводят ребенок точно четко должен знать правила в семье должен заняться что он будет наказан должен слушаться и должен делать то что он должен делать да должен быть график стал переоделся умылся заправил кровать то есть мы так вот приучаем своих детей чтобы они были приучены к дисциплине и во взрослом возрасте им не надо было себя как медузу собирать в кулак грубо говоря вот и конечно так проще когда они сами одеваются сами переодеваются складываются вещи на место когда они сами выносят посуду в раковину грубо говоря сами едят естественно я трачу на это меньше времени естественно я трачу на это меньше времени Да, я потратила раньше больше времени, когда их учила, но сейчас мне проще. А многие мамочки предпочитают, как говорится, не связываться и все делать за своих детей. Я знаю семьи, где в 6 лет кормят ребенка с ложки. Ну, как это так? Конечно, ты ничего не успеешь. Если ты кормишь ребенка с ложки, если ты ему снимаешь трусики, на унитаз ты его сажаешь, если ты ему носочки одеваешь, конечно, ты как раб. А если ребенок все делает сам, да, ты как вложение, ты вложилась. То есть ты когда-то сидела и 150 раз показывала, объясняла, вот. То, конечно, уже сейчас проще. Поэтому не обижайтесь, просто делайте выводы. С какого возраста приучать к дисциплине? Вообще, вот как начинаете сажать на горшок с полугода, вот и приучайте. Чтоб все делал сам. Когда приходит время, до сада он должен у вас уже все и переодеваться сам, и кушать сам, и все у него должно получаться. На самом деле для этого, как я всегда делаю, учите одевать пижамку на ночь. Начинайте там после, к двум годам учите одевать пижамку на ночь. Показывайте, как выворачивать, как вот одевать, на голову натягивать, потом там ручки. На самом деле просто терпение. Ну, еще, конечно, если есть в семье старший ребенок, который это делает, то младший, он уже больше стремится, ему проще это увидеть на своем брате или сестре. И, конечно, проще его научить. Первого сложнее. Нынешние дети забыли о дисциплине. Правильно? Потому что их родители не помнят, что такое дисциплина. Но на самом деле это очень важно. Вот. Я ленилась, не учила, теперь лентяем растет. Очень важно приучить ребенка к простейшим каким-то азам дисциплины, и ему будет проще, у него будет порядок. Я в воскресенье, когда вот дети дома были, зашла в комнату, увидела, что они там натворили. Они раскидали просто все, что можно было раскидать. И я говорю, считаю, до пяти должны собрать. Вот они все собрали, даже подушечки аккуратно положили, потому что столько мы с Тиграном на это нервов потратили, язык свой сточили, грубо говоря, пока им повторяли по 350 раз, что они это все умеют. Вот. Они это все умеют, они могут из разгромленной комнаты сделать конфетку, все убрать, все до самого, до самого, можно сказать, что вот не придраться, комар носа не подточит. И подушечки на место, и машинки красиво выложить, и конструкторы все по сортам. Ну, там, магнитный к магнитному, большой к большому, мелкий к мелкому. Вот. Потому что 150 раз мы их этому учили. И, конечно, мне было очень приятно. Когда я зашла, они все это сделали. Завтра еду на реснички. У меня уже все выпало. Спряталось все стрелками. Игрушки, да, надо заставлять собирать. Надо приучать ребенка, что... К тому, что должно быть чисто у него в комнате. Должно быть чисто у него в голове. Ну, конечно, надо общаться. Конечно, с ребенком надо общаться. Плакать хочется. Почему тебе хочется плакать? Конечно, нужно быть внимательнее. И это время. И иногда мне кажется, что голова сейчас взорвется. Как же приучить дисциплине? Моей дочке, кот и два, не могу приучить собирать игрушки. Вот никак. Выкинете их. Когда она не соберет, собирайте пакет показательно. И выносите в подъезд. Так надо сделать, чтобы ребенок поверил, и у него была травма психологическая. Что вы действительно выкинете. Одну можете выкинуть там в окно или что. И сказать, что если ты не будешь убирать, я буду по игрушке выкидывать каждый день. Да, сделайте так. Пусть жестоко. Сейчас напишите мне, что я жестокая. Но на самом деле вот так вот и надо. Чтобы она понимала, чтобы игрушки были для нее ценностью. Ну, и, конечно, надо говорить, что ты девочка. Ты должна быть, и даже уже в этом возрасте, ты должна быть аккуратной. У тебя должно быть все аккуратно. Такая свинюшка никому не нужна будет. Вот так вот надо приучать. Общаться как взрослым. Я всегда советую. С детьми я не расстроена. Я не расстроена. А, у меня очень сильная дышка. Ужасно. Ну, если я сейчас лягу, развалюсь на кровати, растекусь, это будет некрасиво. Вот. Поэтому и детям все мы объясняем как взрослым. Как взрослым. Вот Ролан мне задает вопрос. Мама, а если я не буду вставать утром, умываться, чистить зубы, переодеваться из пижамы, ничего не буду делать? Ну, я и говорю ему, что добиваются в жизни чего-то только те люди, которые это делают, которые хорошо учатся в школе, которые делают то, что нужно, а не то, что хотят. А то, что хотят, вот мы недавно шли на Курском вокзале, там бомжи лежали. Я говорю, вот эти дяди делали все, что хотят, а не то, что нужно. И вот они лежат там пьяные. Поэтому, если хочешь туда, пожалуйста, можешь делать. Если хочешь быть хорошим человеком и купить такую машину, как у папы, чтобы у тебя все было, нужно проявлять какие-то... Как находишь время для себя? Нужно все-таки проходить какие-то трудности. Нахожу время для себя, ответила. А, Заботкин. Пишет мне Заботкин. Как учились в школе? Мы хотим к вам прийти с Тиграном на процедуру. Во вторник. Щелкова, Заботкин. Я вам напишу. Очень хотела написать на чистку, а то у меня беда. У меня беда, мне надо пойти на ваш волшебный пилинг. У меня даже муж заметил. Говорит, Юль, почему ты не ходишь туда, куда ты раньше ходила? У тебя такая кожа была. А сейчас что-то пошло не так. Юля, вы очень мудрая, правильно все говорите про воспитание. Спасибо большое. Я обязательно сохраню. Пять месяцев встала сажать на горшок, сейчас восемь сидит спокойно, просто ровно делает, что надо, не ленится. Правильно, Юль? Ну, вообще есть такая пословица, что нужно воспитывать еще, когда ребенок поперек лавки лежит. И вообще я считаю, что, как мне всегда Тигран говорит, воспитывать надо еще, когда он малюсенький, и ты по сравнению с ним огромная. И тогда мальчик, если ты ему скажешь в этом возрасте, нельзя, железный голос, да, может быть, где-то ты его накажешь, не сильно, допустим, по попе дать можно легонько, чтобы он понимал, что вот ты тот человек, который хозяин, как у собак хозяин, то когда он вырастет, ему будет 17 лет, у него останется в подсознании вот это восприятие тебя как хозяин. Как мне Тигран говорит? Тут вырастут, они два огромных мужика, ты что, с ними драться будешь? Ты полезешь в драку, они должны уважать тебя с самого маленького возраста, они должны бояться тебя. Ну как бояться? Не так, что прямо избиваем, никто детей не бьет, понятно, но есть очень много других уловок, как показать свой авторитет, авторитет и уважение, это прежде всего, авторитет и уважение, это прежде всего и страх тоже. Мы уважаем того, кого мы боимся потерять, боимся еще что-то, какой-то страх у нас должен быть. Поэтому я считаю, что это нормально. Гордитесь, кем дети выросли, очень здорово. Не надо сравнивать с собакой. Вы цепляетесь к словам, а на самом деле воспитание, это и есть где-то, это и есть дрессировка. Мы себя тоже дрессируем, когда мы приучаем себя, допустим, ходить в зал, делать одни и те же упражнения, когда мы приучаем себя красиво улыбаться, когда мы приучаем себя красиво ходить, держать спину. Это не дрессировка, это тоже дрессировка. Вот. Так же и дети. Ой, мамочки оживились, нельзя с детьми, тоталитарная мама. Ребенку 14 лет тоже так воспитала, итог сломанная психика. Психику мы не ломаем. Ребенок должен быть приучен к порядку и послушанию. А если у него есть какие-то его желания или какой-то характер, мы никогда не ломаем. Вы просто вот, когда вам советуете, меня всегда так поражают, находятся люди, которые начинают преувеличивать, перевирать слова и уже на свою сторону тянуть. Если у вас не получилось воспитать, ну, это не мои проблемы, но во всем важно чувство меры должно быть. То есть не сбивать ребенка. Им нужно показать, кто в доме хозяин. У меня есть знакомые, которые дети ему щелбаны дают отцу своему. Щелбаны и лещаки ему дают. Сыновья. Ну вот у нас такого нет. У нас дети не позволяют себе даже слово какое-то сказать на папу или на маму. И это не значит, что если он это слово скажет, ему влетит по башке. Я говорю ему, что так нельзя с мамой разговаривать. И он понимает. Ребенок с детства должен понимать ваши слова без крика, без ора, без боя. Но для этого нужно начинать в очень раннем возрасте, чтобы у него это отложилось. Чтобы с самого раннего возраста он понимал, что это родители, это главные люди, а не два ложка, над которыми можно издеваться. Потом вот такие вот дети, которые на родителей кричат, которые, мама, ты дура, я тебя ненавижу. Я видела таких на площадке. Только научился говорить, а уже такое говорит. Понимаете? Ну куда это годится? Поэтому у каждого своего мнения. Кто-то говорит, что ребенка нужно дать ему свободу до трех лет, как с царем, а потом его воспитывать, дать ему пожить, дать ему детство. Зачем давать детство, если он вырастет в взрослую жизнь, где будут его все напрягать, где у него будет работа, где он должен быть кремнем. Он должен все уметь, он должен все знать, он должен быть четким, этот ребенок, для того, чтобы быть успешным. Зачем ему давать время разбалтываться, чтобы потом ломать его психику и перестраивать на взрослый лад? Зачем, если можно просто сразу его приучать к порядку? Так, звонит мой муж, иду на плавание. Всех целую, сохраняю.